Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания Агрожилыня. Сегодня мы находимся на фирменском хозяйстве Таврия-Скиф. Со мной стоит рядом руководитель данного хозяйства Олег Анатольевич. Очень приятно. Да, мне тоже очень приятно. Олег Анатольевич один из наших партнеров, который использует технологию Култан. Скажу так, практически спонтанно, не спонтанно как-то вы приобрели агрегат и решили перейти на технологию Култан. Хотелось бы у вас спросить, как это произошло, как вы познакомились с технологией Култан, как к этому пришли. Можете рассказать, поделиться мнением со своими коллегами, кто смотрит в эту сторону. Рассказать, какие преимущества, есть ли смысл в этом, либо нет в этом смысла, ну и так далее. Ну, мы действительно находимся в фирменском хозяйстве Таврия-Скиф. Сейчас в данный момент идет борьба, борьба за урожай. Сегодня 28 число. Как обычно и традиционно в это время мы уже как минимум, как неделя умываем ручки и занимаемся почвообработкой. Но сегодня еще в хозяйстве 1000 гектар пшеницы к уборке. Ну, что касается технологий Култан, действительно все возникло спонтанно. Я очень благодарен Олегу, собственнику этой компании, за то, что он помог, за то, что он пошел на встречу, за то, что он поставил нам этот агрегат. Сегодня мы действительно столкнулись с очень хорошим результатом. Результат получен, я очень доволен. В принципе, по тем полям, которые были обработаны и был внесен КАС, мы получили действенную прибавочку, явную прибавочку. И порой она составила, честно говоря, до тонны продукции. Сегодня еще будет один контрольный участок Убран. Там часть поля обработана, внесена аммиачная селитра по нашей традиционной технологии. Часть поля внесен КАС именно агрегатом первого агроживания. Что хотелось бы сказать касательно этой технологии? Ну мы, как и все, смотрим. В первую очередь, конечно же, смотрим на своих друзей и товарищей. В нашем регионе лидером, наверное, есть Катречка Сергей, наш давний друг. Мы посмотрели, как работал у него, в принципе, этот агрегат. У него агрегат 16-метровый, мы приобрели 9-метровый. Ну и, как я сказал, результат виден и очевиден. И, в принципе, будем подстраивать уже нашу технологию именно к работе с данной техникой. Вот что хотелось бы сказать. Ясно. А как познакомились с технологией Култан? У Катречка увидели, да? У Катречка увидели, ну и заезжали и ваши ребята, заезжали еще два года назад, тоже смотрели, присматривались. И уже, когда появился опыт работы, ну он действительно положительный и очевиден. Решили попробовать. Ну и скажу, опыт достаточно положительный. Отлично. Скажите, по агрегату. Вы приобрели украинско-немецкий агрегат, да? Это тот агрегат, который сделан совместно с немецким предприятием КВД. Мы делаем в Украине. Сделали, скажем так, максимальную оптимизацию, да, чтобы продукт был, агрегат, в итоге доступный для фермерских хозяйств Украины. То есть мы удешевили его таким образом, что мы делаем раму в Украине, емкость ставим украинскую, крохимпласт из перечного материала. Ну, все остальные комплектующие, их 85 процентов ставим импортные, оригинальные. Многие кто, многие кто, кто привык пользоваться только импортной техникой, да, немного их это, есть какое-то сомнение. Блин, ну зачем рама украинская? Давайте, вот хочется все. Вот из вашего опыта, как показала себя рама, там, порвала ее, не порвала. То есть, в принципе, в принципе, мы в Украине пытаемся делать максимально качественно, максимально к европейскому, да, стандарту стремимся. Вот. Хочется с первых уст, скажем так, от практиков. Ну, в нашем хозяйстве, действительно, да, в основном все импортная техника, техника в основном компании John Deere, как пассивные комплексы, и трактора, и агрегаты компании «Лемки», «Аномационный» и так далее и тому подобное. Но в данном случае мы столкнулись с агрегатом, действительно, немецко-украинского производства, рабочие органы немецкие. И, кстати, это и натолкнуло на то, что нужно пробовать. Попробовали, и сегодня, ну, агрегат отработал, ну, практически, ну, неполный цикл. Мы сделали где-то агрегатом под 600 гектар. Вообще, абсолютно, никаких нареканий нет. Что касается, там, рабочих органов, рамы, бочки, насосов и всего остального. Мы только что вот заехали, посмотрели, нигде не подтека, нигде не, ничего, все отработало идеально. И самое главное, что механизаторы получили удовольствие. То есть, руки чистые, все нормально, все работает четко. Регулировки, прыск, нормы внесения, все выдержаны, все четко, как часы. Агроном и механизатор очень довольный. Все, это самое главное. Да. Мы столкнулись с той проблемой весенней, что влажность почвы была повышенная, подтягивала влагу. Да, может быть, с наработкой там не совсем получалось то, что хотелось, но практически ту программу минимум мы выполнили. И самое главное, мы довольны. Ну, этот год такой, скажем так, аномальный в хорошую сторону, да, достаточное количество осадков в Украину порадовало. Но иногда были затруднения, не только у вас, да, с работой, весенними вот этими полевыми работами, да, когда переувлажненный грунт. Такая проблема есть, но от этого никуда не деться. Да. Да, спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Спасибо, да. Все, ребята, всем пока. С вами была компания Агрожилыня. Компания Агрожилыня. Агрожилыня. Рослин без трат азота. Агрожилыня. Судьба. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok